Ранее церкви в Средневековье очень активная тема, но основная мысль там проходит, почему до IV века постоянно были споры, не было единства, почему созывались соборы, потому что не могли прийти к общему знаменателю, кто такой Иисус, Бог ли Он, Человек ли Он, Бог и Человек, что главнее, какую функцию Он был главным, и так далее, и поэтому с любом веры, который был создан, это был как пароль своего рода, потому что верующие назывались уже многие, но когда приходили в церковь и просто спрашивали, во что ты веришь? Он называл основные пункты, что всемогущий Бог, наш сын, который пришел сюда, пострадал, воскрес на третий день. Но тут видите, тут нет как бы каркетизации. Тут есть основные веки, правда, да? И ведь многие церкви, многие верующие сейчас, они повторяют это все, произносят это все подверг, но понимают его не все одинаково. Они говорят, ну они же тоже веруют в Иисуса Христа, да, веруют, но в какого Иисуса Христа? У многих Иисус Христос, извините, ну, официант, чего изволите. Вот Он пришел для того, чтобы ты попросил в молитве Его, и Он тут же исполнил твое желание. А жизнь вечная, это, ну, да, это хорошо, это будет когда-то. Но нужно сейчас, сию минуту. Вот в чем разница. И потому люди не понимают вот этой жертвы, что прежде всего Иисус пришел искупить нас, отдать свою жизнь, чтобы мы имели жизнь. И поэтому я избрал на сегодня текст Писания, из послания евреям. Он, Христос, вдумайтесь, вчитайтесь в эти слова, Он в одни плоти своей, то есть, когда Он был в теле, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Для нас, для мной, ничего себе услышан был. Так распяли, так, с такими мучениями. Он для того и пришел на этот мир. Вот опять-таки, как можно это совместить? И услышан был, да, потому что Он сказал, Вот иду, ибо в книжном свитке книжном написано о Мне. Я иду исполнить волю Твою, Божью. И вот этот текст рассказывает нам о том, как Иисус в ночь перед распятием, кстати, вот в тот вечер, когда Он оставил нам эту заповедь, причастие, Он молился в Гепсиманском саду. И речь сегодня пойдет о молитве, о ее качестве, о глубине, о ее силе, о ее необходимости. Там, в Гепсимане, на него был возложен весь наш грех. Грех всего мира. И чтобы Он мог на следующий день вознести Его на крест телом Своим. Распят Его на кресте вместе с телом. Иван-Гриста Лука пишет об этом более конкретно. как раз и находясь в борении, то есть то, что творилось у Него в душе, его ожидают этим мучениям, вы как человек, он человек, он знает, что Его ждет. Он ждает Его оскорбления, удары, плелки, издевательства, истязания, плетьми, удары, потом вот этот позор, это распятие, в конце концов. Понимаете, находясь в борении, он прилежнее молился, он еще прилежнее молился, и был пот Его. до такого степени напряжения всего тела, что пот, как капли крови, с кровью падали на землю. Это была ужаснейшая битва, борьба с человеческой плотью. Его человеческой плотью. И в тексте, в основном, говорится, что Он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его смертью. Молитва Иисуса была полна, как вы видите, эмоций, чувств, боли, слез. И сегодня я хочу как раз поговорить с вами об эмоциях, чувствах молитвы. Мы очень редко цепляем эту тему, но она необходима. Почему по-настоящему часто молитва это нечто второстепенное, непонятное? Ну, в лучшем случае, благодарю за пищу, благодарю, что встал у того. И гласла и сон. Ну, вот основные молитвы. Так вот, но в них должны присутствовать и чувства, и эмоции тоже. Ну, вот я хотел, первое, я подразделил на несколько, как бы, пунктов. Первое, это ложная молитва с яркими чувствами, с впечатляющими чувствами. Ну, вы знаете, что существует, мы много конфессий, и вот одни из них, это пятидесятники, харизматы. Кстати, когда набрал слово харизматы в компьютере, мне высветлась ошибка. Я нажимаю, что это такое, харизматики. Правильно должно звучать так. А мы считаем, что если их назвать харизматики, это как какой-то такой вопрос самое, что-то нехорошее. Ну, значит, будем их называть, как привыкли, харизматы. Считают, вот так, считают, что восклицание, громкие провозглашения, надрывные эмоции, яркие проявления чувств являются неотъемлемой частью моря. Они даже утверждают, что наличие криков, завываний, стонов, охов, ахов, даже кукарекания иногда было. Это подразумевает, что Святой Дух присутствует в молитве. А если сотрясений каких-то таких внешних проявлений нет, воя там, стонов, то и Святого Духа там тоже нет. Подобно они говорят не только о молитве, но также в отношении того, как люди ведут себя во время прославления, пения, и вы это слышали, тут были такие представители. Что вы как столбы стоите? Что вы как мертвые? Ну, с одной стороны, я могу с этим согласиться. Стоять по стойке с мира, с каменными лицами, это тоже нехорошо. Вы все-таки прославляете Бога. и еще во время проповедей слушания, что нужно постоянно говорить Аминь, Аллилуйя, возрастом поддерживать, что они участвуют в этом процессе. Ну, и так же всего остального, что происходит в церкви. Но, это ошибка. Они ошибаются, эмоции сами по себе ничего не значат. Они могут даже отвлекать, если хотите, от молитвы и себя, и других, и быть проявлениями бессонскими. Позвольте мне не быть голословным, привести вам пример из Библии ложных эмоций в молитве. Вы знаете историю о пророке Идеи, когда он противостал черемстам пророкам Ваала на горе Камерин. Знаете, да, это устроено? И вот они, эти пророки, взывали к своему Ваалу, а он молился Богу Израилу. И они договорились так, что Бог, который ответит не с посланием огня на жертву, на жертву, этим и покажет, докажет, что он и есть истинный Бог. Ну, пророки Ваала в своих молитвах стали вести себя, так прямо скажем, дико эмоционально. Нынче, наверное, в некоторых церквях это подсчиталось бы за очень даже духовное проявление. Я отвечаю. Они призывали имя Ваала от утра до полудня. Представляете, в какой-то период времени. Это не полчаса, не 15 минут. Говоря, Вали, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. Искакали они, не ходили, не стояли жертвенника, которые сделали. В полдень стали они, что-то не бывает, они стали кричать громким голосом и кололи себя по своему упыкновению ножами и копьями, так, чтобы кровь велась по ним. и прошел полдень. А они все еще бесновались, бесновались, до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Затем Илья помолился Богу простой молитвой, и Бог не спасал огонь с небес. Так что яркие эмоциональные проявления этих пророков прыжки, вопли, крики и все прочее не принесли никакой пользы. Так как, еще раз я говорю, чувства сами по себе ничего не несут, ничего не значат. Я много раз встречал и видел, как некоторым людям просто нравится вести себя эмоционально вызывающе. Я так считаю. Чтобы с определенной целью, чтобы произвести на окружающих людей впечатление, духовное впечатление. Но это не приводит к хорошим результатам. Чаще даже наоборот. У меня был случай, я беседовал с одной девушкой в Ростове в Ростове по-моему в Церкви Надежды. Пытаясь привести ее к Христу, она постоянно плакала, дрожала в ней. Даже когда я задавал ей вообще сторонние вопросы, она не успокаивалась. она говорила, что скорбит о своих грехах и при этом так и не перешла от состояния, от плача к Иисусу. Так и не вспомнила о Христе, так и не обратилась, так и не помолилась. Я ничего не мог сделать. Она просто на эмоциях была, такая дерганная вся. и вы знаете, со временем она так и осталась. С цель, как ушла, в мир погрузилась в мир. Некоторые люди эмоциональны. Они могут срываться в плач по любым причинам. Ну знаю, есть такие. Такие вещи случаются с ними не только после хорошего поклонения души сщипательной, душеразнивающей гимн, славы, или после проповеди, ну и после простой беседы о покаянии, о жертвах. Они могут в любое время совершенно непредсказуемо разразиться слезами и плакать. Им трудно сосредоточиться на своей мысли, сосредоточить на Христе, на Библии, на Его Слове. эмоциональность просто вгоняет их в депрессию, в уныние, какое-то непонятное состояние, они идут на поводу своих чувств, эмоций, и в конце концов ничего хорошего не получается, они могут поставить цель. плачь, выкрики, провозглашения, притыхания, «папа, что ты сказал?» Это неотличительная черта чего-то настоящего. Я хочу, чтобы вы это услышали. они не делают вот эти вещи, они не делают молитву настоящей. Попытки заставить себя плакать или наоборот безудержно веселиться бесполезны в принципе и Бога это не впечатляет. Это я вам могу сказать точно. Когда вы молитесь, сосредоточьтесь на том, о чем вы молитесь и на то, кому вы молитесь. И сама молитва может вызвать у вас и слезы или наоборот оставить без них. Вот у Иисуса в Гефемании молитва проявилась в сильных эмоциях. Как мы читали, он молился сильным воплем и со слезами. Но это не были слезы ради слез. не на публику. Он там был один. Ученики спали. Потом он их разбудил. Он был и Бог был. Отец был. Все. Истинно его молитву делали не эмоции не слезы. Слезы исходили из его молитвы. Вытикали из сути его молитвы. Он вопиял Богу переживая страдания, боль и давления возложенного на него греха всех нас всего мира. И вот мы зачитывали сегодня Исайя. Он взял на себя просто взвалил на себя все наши неучи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказанным, уничижен Богом. Но он изъязвен был за грехи наши и мучим был за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на него. Так что эти вот рыдания не вырывались из его любящего сердца. Сердца переполненного тяжестью возложенного на него груза бремени и предстоящих конечно нарушений мучений и страданий. И вот вы знаете я провожу параллель. Вече подобное должно происходить и с нами в покаянной молитве перед причастием. Мы поем печально, что не так часто, но есть такие слова прекрасные в этом гимне. Вся моя жизнь это несколько слов в тихой молитве перед причастием. Когда я открываю свое сердце Богу, когда я разговариваю именно с ней. И не нужно пытаться плакать. Не планируйте плакать. Не готовьтесь плакать. Не вызывайте слезы насильно, искусственно. Просто молитесь. Возможно Бог приведет вас к этим эмоциям, к плачу. А возможно и нет. Но в любом случае эта молитва будет настоящей. Угодной Богу. Второе. первое. Ложная молитва без чувств. Это была ложная молитва с яркими чувствами. Это без чувств. Очень много из того, что сегодня называют молитвой судьбе. Вовсе молитвой не является. Это просто нечто, что человек произносит. Но это не истинная молитва к Богу. Это часто слова, которые звучат правильно, красиво, религиозно, но они всего лишь формальность, не имеющая в себе смысла, не имеющая в себе обращения к Богу и не подтвержденное внутренним состоянием души и сердца этого человека. Как вам это объяснить? Я бывал на некоторых официальных религиозных церемониях, рукоположения на священство, на пасторство. В начале церемонии обычно совершают нечто называемое воззвание. По идее это должна быть молитва, но она и не является. Служитель просто произносит пару предложений с просьбой, чтобы все прошло хорошо, чтобы Бог благословил дальнейшие ритуальные действия. Но на самом деле никто ничего не ожидает, что Бог будет реально что-то делать, а меньше всего это ожидает тот, кто молится. Такого рода воззвание не затрагивает чувств и сердце говорящего. Это просто формальный обряд, формальная литургия. Еще хочу вам один пример провести недавно. Я смотрел передачу с похоронного президента Буша Старча из Национального Кафедрального Собора. Эту процедуру. Мне было просто интересно как там проходят. Я слышал как священник Епископальной Церкви произносил слова молитвы. Но он вообще не молитв. Он прочитал определенные слова из молитвенника, из книги. И на этом все. Он не просил Бога открыться людям, которые слушали его. Не было слова покаяния, о величии, о славе Бога. Он просто произносил нужные слова, потому что так полагалось делать. Никаких чувств и эмоций исходящих из сердца не было. Я хочу привести параллель. Иисус рассказывал о фарисее. Помните, да? Который пришел в храм с целью помолиться. И фарисей же сам молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такого, грабители, обидчики, прелебодеи. Мы часто в последнее время приводим этот стих, не знаю почему. Вот так вот. Пощуюсь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Я молодец. это вообще не молитва. Он не восхвалил Бога, не воздал ему должное. Вместо этого он рассказывал Богу, какой он хороший и замечательный. Что он делает? Понимаете? Вот что. Христос сказал, что он молился сам в себе. Да? Молился сам в себе. То есть для себя, восхваляя себя, любуя собой. Он не воздал хвалы Богу, не проявил благоговения, поклонения Богу, как это должно притягиваться. Поэтому это трудно назвать. Христос упрекал фарисею за лжи. Еще один текст Матфея. горе вам спасает. Спаситель обращаясь к религиозным деятелям, горе вам. Фарисеи лицемеры, что поедаете домов и лицемерно долго молитесь. О чем говорят? они подолгу молились, на угла улиц, чтобы их видели, чтобы показать, какие они чистые, святые. К чему они действительно стремились, к чему были направлены эти действия, так это к почету, уважению, власти. А через это они получали дома, и деньги этих пожилых женщин. То есть материальное обогащение. Мы не знаем каким образом. Может быть они входили в доверие, как обвиняют очень многие нас, реформатские, протестантские церкви, что мы обкрали вас всех. Понятно? Кто из вас хоть что-то пожертвовал так отрезан от себя ломать поднимите руку, я посмотрю. Что-то нету, не густо. Ну вот, наши уже более 15 лет. Скоро будет послать. Но слухи то ходят, а вот эти люди делали так. Они говорят, мы святые, мы нуждаемся. Если ты пожертвуешь, да каким интеллигенции, ты сразу на небеса отходишь. Давай домик мне это тоже. Нормально. Вы услышали все? Имейте ввиду. неправедное материальное обогащение. И какие бы чувства они не проявляли, это было внешнее, это была подделка, просто чтобы хорошо выглядеть и производить впечатление на людей с корыстной целью. Корыстная молитва совершенно неугодна. Ну вы можете сказать, но я что не такой? Ну здесь я хочу вам так сказать. Но не ложная ли молитва, если вы просто проговариваете слова? Не ложная ли эта молитва? Когда приходит время вашей личной молитвы, вы просто упоминаете людей, перечисляете людей и вещи, о которых нужно просто помолиться. Но при этом они вас совершенно не трогают. вы по-настоящему не просите и не ждете у Бога ответа. Я обращаюсь в ваше сердце. Вы понимаете, это не просто слова я говорю. Это очень важно. Потому что это бич всех церквей. Если вы молитесь потому что вам просто нужно помолиться, потому что подошла ваша очередь молиться на общем собрании. Если вы испытали радость когда собрание наконец-то закончилось, значит ваша молитва была ненастоящей. Вы просто отбывали время. Я знаю людей, которые даже планировали молитвы заранее. Чтобы опять-таки произвести впечатление высокодуховное впечатление. Но по сути это не молитва. Она скорее похожа на выступление, на лекции, на речку. Не нужно планировать молитвы, но необходимо усердно молиться о них. о молитвах. Планировать молитесь. Уделите несколько минут перед молитвенным собранием для того, чтобы попросить Бога помочь вам в молитве и напомнить вам о том, о чем вам необходимо помолиться. И когда вы мудворитесь на собрание или будучи один дома, это не важно. Проверьте Беспокоит ли вас то, о чем вы молитесь, о чем вы просите? Откликается ли ваше сердце на эти слова, которые вы произносятся? думайте о том, вы нуждаетесь Богу в его помощи, его ответе. В молитвах вам может помочь пост. Кстати, Дима об этом часто говорит, у нас есть циклонный день поста и молитвы 5 пост. Пост помогает сосредоточиться и демонстрирует Богу серьезность ваших намерений. То, что вы действительно хотите добиться того, о чем вы просите. И многое может усиленная молитва пройти. Усиленная молитва может быть усиленной постом. Но возможно, что молитва ваша будет эмоциональной. Возможно. И будет сопровождаться плачем, может быть, стоном. И тогда не пытайтесь остановить это. Потому что Бог вас к этому подталкивает. Вот Бог вас побуждает к этому. Возможно, вы и не будете этого делать. Не нужно заставлять себя проявлять какие-то мельцы. Еще раз говорю. Молитва хороша не тем, какие эмоции ее сопровождают. Она хороша искренностью. Тогда это молитва к Богу и молитва, в которой есть Бог. И который не слышит. В-третьих, истинная молитва с проявлением чувств или без них. Там вредоложных оттуда быстро. Наш текст говорит, что Христос молился в саду с сильным Богом и со связами. Но порой истинная молитва сопровождается малым проявлением чувств или даже вообще они могут быть незаветны. Я уже рассказывал вам сегодня, что пророки молились Богу. А теперь напомню, как они это делали. С криками, со скачками, с надрезами, наколами. А теперь напомню, как молился Илья пророк. Он сказал во время приношения вечерней жертвы подошел Илья. Спокойно подошел пророк и сказал и сказал что он сказал Господи Божий Авраам и Исаак и Израиль допознают все сей день что Ты один Бог в Израиле и что я раб твой сделал все по Слову Твоему. Услышь меня Господи услышь меня допознает народ сей что Ты Господь и Ты обратишь сердце их всеми. Аминь. Истинная молитва. В Библии тут не говорится о том что Илья там плакал надрывался что-то нет никаких упоминаний что он прыгал скакал или кричал или делал себе порезы он просто спокойно и серьезно обратился именно к Богу. Он попросил Всевышнего показать народу что именно Он Бог есть Илья живой. И Бог ответил на эту молитву и послал огонь с небес и пожрал жертву Ильи. А люди видя это обомлели и восклицали да мы видим это весь народ пал на лицо свое и сказал Господь есть Бог Господь есть Бог как монастик да отвели в плен он там помолился его вернули на царство и познал монастик что Господь есть Бог показывает так и тут вот так вот бывает посмотрите на себя это с вами сейчас не происходит вы не в этом состоянии как те пророки серьезная молитва или без каких-либо проявлений чувств резко отличалась как вы видите от экзальтированного поведения пророка истинная молитва не нуждается в эмоциональности она нуждается слушайтесь я вас очень слушаю она нуждается в искренней вере и в обращении к истинному и живому Богу аминь объект веры важен и вера в этот объект но в большинстве случаев эмоций даже слезы все-таки являются верным спутником настоящей молитвы если вы конечно сильно волнуетесь и переживаете о своей нежде о своей проблеме проявления эмоций будут для вас чем-то совершенно естественным так понятно возможно ваши молитвы будут очень достойчивыми страстными будут сопровождаться и плачем и слезами ведь посмотрите библии слезы и молитвы часто появляются вместе давайте я подборку сделаю Давид молился услышь господи молитву мою и внемли воплю моему не будь безмолвлен слезам моим царь воин победитель Голиафа что он не будь безмолвлен слезам моим или же 41 слезы мои были для меня хлебом день и ночью в библии очень часто молитва и проявление эмоционального еще возьмем один пример я вас еще не не утомил нет что нибудь изменится а что нибудь изменится можно сократить сократить а богу ставит так вот еще один пример царь языки Знание, да? Прекрасный царь, много сделал, был послушал Богу и вообще. И вот он заболел смертельно и помогли, каким образом он это делал, да? Вот давай, не прощайся. О, Господь, вспомни, что я ходил при лицом твоим в ярох и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. Вот так вот он помолился и заплакал в языке сильно. Отвернулся к стене и заплакал. Как же ему было не плакать? Его ожидала долина смертной тени, да? И трудно описать, конечно, какие чувства он испытывал, но он плакал. И когда Господь сказал пророку Исаии, Исаии еще не вышел из города, когда он оберил царю, как было к нему слово Господне, возвратись и скажи, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господа. Аминь. Аминь. Вот ответ. На искреннюю молитву со слезами. Бог увидел и принял в сердце вот эту беспомощную, умоляющую молитву землю. И ответил на нее. Сохранил царю жизнь. В Новом Завете еще мы встречаем человека, пришедшего к Иисусу с просьбой. Его сын был подержим в детстве. И Христос спросил его, верит ли он, что его сын может помечить исцеление. Иисус спросил, веришь, да? И отец отрока воскликнул со слезами, верую Господи, помоги моему неверию. Трудно сообразить, верую, но помани моему неверию. Иисус издал беса из этого мальчика. И часто этот отрывок используют, дабы показать, что даже немощный в вере человек может получить ответ. Но прочитайте еще раз, как Отец просил Христа. Он воскликнул. Как? Ну, прочтите, прочтите веру. Воскликнул. Закричал со слезами. Это эмоция, идущая отсюда. Он действительно просил. Не так, как к врачу приходить. Исцелить, я тебе бабки дам. Это не так. Этот человек, вот еще, я хочу, чтобы вы чуть-чуть разумели немножко. Этот человек не был последователем Христа. Он не был учеником Христа. Он не ходил с Христом. Он не был вообще верующим. Он был одним из народа. Вот видите, один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына. Он просто был одним человеком из толпы. Но он привел сына своего к Иисусу и умолялся со слезами. Почему он так молил? Почему? Ведь он не верующий. И, видимо, вообще никогда не молился. Но он не видел свою отчаянную нужду. Это заставило его говорить с Христом вот в такой подобной манере. Его сын был болен, надежен бесом. Он страдал. И освободить его мог только Иисус. Человек не заставлял себя плакать. Понимаете, да? Он не играл какую-то роль. И его слезы были следствием его нужды. Его горе. Его отчаяние. Вы теперь посмотрите на себя. Когда вы находитесь в какой-то проблеме. У вас горе. Так вы молитесь. Так вы обращаетесь к Иисусу. Переживания беды, безнадежности довольно часто не проявляются именно вот так. В рядах, в слезах. И эта молитва Отца, она была настоящей молитвой. И сопровождалась появлением вот таких чувств. Ну, и это снова подводит нас к нашему отрывку. Когда Христос молился в саду. Давайте напомним себе. Сильным воблем за слезами принес молитвы и моления, в одну, чтобы он спасти его от смерти. Я хочу еще раз заострить ваше внимание, что Господь, Он не был плаксив. Он не был эмоционально неуравновешен. Он не плакал по любому поводу. Да, у него были слезы, я вам напомню. Слезы, когда Он пришел на могилу Лазаря. Помните, да? И Он заплакал. А у людей говорят, как Он любил. Да, мы убили Его слезы. Или же, когда Он заплакал, глядя на Иерусалим. Эх, Иерусалим, Иерусалим, избывающий пророков. Придут на тебя враги. Камень на камень. И заплакал. Да. Но это были, опять-таки, редкие случаи. Он был взрослый человек, которому было за 30. Но почему в этот момент, почему же слезы и пот с кровью. Английский. Благ, свит и тир, да? Кровь, пот и слезы падали на землю. Потому что Он страдал от возложенного на Него греха каждого из вас. Каждого из здесь сидящих. Да, Он думал об ужасных страданиях, которые предстояло перенести на следующий день. Но ведь в противном случае, если Он этого не сделал, то никто из людей не сможет спастись. И вся тяжесть человеческого греха просто едва не убила Ему. Если бы не Божья милость, если бы не Божья благодать, если бы не явление Ангела с небес, который укреплял Его там, у камня этого, в саду. То Он умер бы прямо там, в саду, в ту же ночь, так и не дойдя до Креста. Сердце Креста бы просто не разорвалось. И потому Он прилежно и усиленно молился. Это, как вы понимаете, было естественно у Него ситуация. Естественно. Это было бы удивительно, если бы Его молитва не сопровождалась. Бог ответил на Его молитву. Там написано, что Он услышан был. Поддержал, укрепил Его, чтобы на следующий день Он мог пойти на Крест. И, как мы знаем, искупить людей своих от грехов их. Все знают, да? Аминь. Бог ответил на Его. Так что, братья и сестры, я заканчиваю и хочу спросить. А как боретесь вы? Речь не о каждой произносимой нами молитве. Заобеданным или на сон глядящий. Я хочу спросить, вы хоть когда-нибудь молились так? У меня бывают молитвы, когда я перехватываю горло, слезы сами катаются из глаз. Хотя, это вовсе не так часто, как хотелось бы и как следовало бы. Молитесь ли вы так, когда бремя нужды или греха душит вас? И вы вопиете к Богу с улыбленными слезами. Дорогие, если с вами такого никогда не случилось, значит, ваша молитвенная жизнь не молитвенная жизнь. Ее нельзя назвать. Даже удовлетворительно. Но если это так, то не прекращайте молиться. Все равно не прекращайте молиться. А наоборот, молитесь еще более. Более усердно. Просите Бога о даре слез, как это делали пуритами. Они просто молили Бога о даре слез. Просите Бога показать вам глубину вашей нужды. Зависимость от Него. И тогда в вашей молитве начнут проявляться чувства. Если же вы поститесь, во всякий раз, когда вы чувствуете голод, громче кричите в небо о той нужде, о которой вы просите. Молитесь, уповайте и верьте в Божьем. И последнее. Некоторые из присутствующих, это не секрет, я часто об этом говорю, к сожалению, еще не возрождены. Не знают Христа лично. Не доверились ему полностью. Я хочу задать вам вопрос. Переживаете ли вы хоть хотя бы изредно о своем духе? Ощущаете ли вы в своей душе боль обличения? Стыда. Ищите ли вы выход через обращение к Богу в молитве, в помощь? И поймите, что целью является не проявление каких-то, там, плачь или столь. Не проявление эмоций. Цель – это Иисус. Цель – это беседа с Ним. Цель – это излитие Ему сердца своего в покаянной молитве. Независимо от того, будете ли вы при этом плакать или нет. Но еще раз спрошу, печалит ли вас хоть сколько-нибудь грех вашего сердца? Он должен печалить, возлюбленный, он должен печалить вас, потому что ваше сердце, как и сердце всех людей на планете, как сказал Иерем, лукаво и крайне испорчено. У каждого человека сердце лукаво и крайне ищет оправдание себе, лазейки, чтобы уйти от этой честности, от искренности. Как-то найти вот такой обходной путь. Молитесь, чтобы Бог показал вам весь ужас и мерзость вашего греха. А после, просто попросите, чтобы Он открыл вам Христа и привел вас к живому Христу. И сегодня, в День Святого Причастия, для этого самое благоприятное время. Мы говорили о молитве, мы настроены на молитву. Дух Святой здесь, Иисус здесь. Это самое благоприятное время. И я еще хочу сказать, что Иисус – это ответ на все ваши нужды и все ваши грехи. Он является и лекарством, и платой за все ваши грехи. Он умер на кресте, чтобы заплатить за каждый ваш грех. Он пролил свою святую кровь, чтобы покрыть ваш грех и смыть его навсегда. Вы чисты. Он воскрес из мертвых, чтобы жизнью победить смерть и подарить ее вам. Вам подарить жизнь вечную. Вот это и есть настоящее Евангелие. Аминь. Вот это и есть настоящее благая весть. Радостная весть. Если вы доверитесь Иисусу, то будете спасены навечно, навсегда. Если вы услышите этот призыв сейчас, то придите прямо сейчас к Иисусу. Придите вот здесь сейчас. Выстрени в честной молитве. И Господь обязательно услышит нас, ответит вам и проложит вам. Вся слава и Бои. Аминь. Будьте благословены. Аминь. Аминь. Будьте благословены. Спасибо.